Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброе утро! Кто уже готов с нами сесть за стол, то мы тоже рады разделить с вами хлеб, сшедший с небес. Как вы знаете, Иисус сам себя так называл, и так как Он сказал «сея с вами» во все дни жизни до скончания века, то Он имеет в виду быть этим хлебом для тех, кто хочет есть за Его столом. Поэтому я вас приглашаю и вместе с вами хочу завершить сегодня программу или серию программ по поводу 17 главы Первой книги Царств. Она очень объемная и очень многообразная по идеям, по образам и по практике. Поэтому мы так подробно на ней останавливались, и в принципе даже завершение, еще пару стихов, которые нам остались, мы тоже можем увидеть, насколько там много смыслов, как прямых, так и переносных. Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу. И голова филистимлянина была в руке его. Если человек побеждает, то он таким образом переходит в другую сферу влияния, сферу взаимоотношений и в позицию. Поэтому для каждого из нас есть свои экзамены, есть свои победы, которые надо осуществить, и есть свои опасности. Давид, который справился с этими опасностями, и кстати, чем меньше мы думаем об опасности, а больше думаем, что Бог хочет от нас, тем мы быстрее и легче их проходим. Потому что Господь нас не бросает в океан, если он сначала не тренировал. Поэтому у него есть свои тренировки, которые нам непонятны, пока мы не оказались в воде. Непонятны, пока мы не оказались в трудные моменты жизни. Но там все эти навыки вдруг оказываются востребованными и необходимыми, чтобы оказаться победителями. Давид в этом числе для нас очень является ярким примером. И поэтому, когда Давид победил филистимлянина, Авенир, начальник войска, берет его и ведет к Саулу. Таким образом, для того, чтобы как-то помочь теперь выстроить контакт. Более того, у Давида в руках атрибут победы. То есть у него в руках есть сейчас то, что называется голова филистимлянина. Поэтому я хочу, чтобы мы понимали, если ты что-то победил, у тебя будут атрибуты победы. У тебя будут результаты этой победы непосредственно в твоих руках. Поэтому я хочу, чтобы мы просматривали те победы, которые уже в нашей жизни были. Это то, что является доказательством поражения врага. Это то, что является доказательством твоей победы. И дальше интересный сложился диалог. И спросил его Саул, чей ты сын, юноша? И отвечал Давид, сын раба твоего, Иесея, из Вифлеема. От того, что Давид победил, он не величается сейчас над царем. А он продолжает понимать, что он является не просто гражданином этой страны, а даже называет себя рабом. Но вспомните, что Саул не в курсе, а Давид знает, что он помазан. И помазание было на царство. Несмотря на это, помазание не дает ему сейчас права величаться над Саулом. И даже и победа не дает права величаться. Поэтому я хочу сказать, что не гордость приводит в позицию власти, а наоборот, в смирение и понимание чина, понимание почитания. И это было у Давида ярко выражено. Не от страха перед Саулом он это делал, а с пониманием божественных принципов, которые где-то глубоко в его духе, в его сердце уже были сформированы Богом. Потому что Господь предназначил ему царствовать. И царствовать достаточно долго. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня могли, проверяя свое сердце, сказать Богу о том, чтобы Он благословил нас увидеть, какие атрибуты побед мы уже имеем в наших руках. И в то же время, что надлежит нам сегодня сделать по отношению к тем людям, которые выше нас по статусу, по позиции, по возрасту, как это почтение выражать каждому человеку. Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты обучаешь нас на этих конкретных примерах, на конкретных словах Писания. Потому что во всем этом Ты Господи. Я благодарю Тебя за Давида. Я благодарю Тебя за его сердце уже в юности быть почтительным человеком, быть человеком, взятым Тобой в удел. Я благословляю его знать голос Твой, Господь, каждого из нас, чтобы мы могли понимать, что для Давида это было важно, и для нас это важно, слышать, понимать и действовать в соответствии с тем, что есть воля Твоя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»